Много забили, хотя мне показалось, игра была такая немножко вязкая, сложная. Почему? Соперник отличается от предыдущего по контрольному матчу? В предыдущей игре я не играл, поэтому трудно сказать со стороны. А почему так сложно? Потому что играем на фоне нагрузок, тренируемся в двухразном режиме, поэтому чуть подустали, и поэтому не без этого. На фоне усталости какой-то, какой-то свежести, в начале сборов трудно ожидать. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о тех нагрузках, о том, что сейчас происходит в команде, и непосредственно о тренере. Ну и как? Все через мяч, тупо без мяча мы не бегаем по кругу, но все через мяч, все очень интенсивно. Я думаю, как в Испании все играют, то есть быстрый футбол, все через пас, поэтому нагрузки через это, все с мячом, но очень много и интенсивно. Ну, самый главный вопрос, конечно, какие-то отличия фундаментальные в методике Карпина, в методике Эмери, что-то можете сказать? Да нет, я думаю, оба проповедуют комбинационный футбол, то есть все через пас, поэтому игры покажут, официальная игра покажет, чем-то отличается, не отличается. По характеру новый тренер, он какой? Он с вами разговаривает, общается, замкнутый, общительный, открытый, пикники устраивает? Какой? Я думаю, пикники еще устроит, а нет, не закрытый, эмоционально всегда подсказывает, сами слышите на бровке, да, постоянно что-то подсказывает, кому куда бежать, что делать, поэтому много эмоций, надеюсь, это будет только во благо. Как настроение в команде? Обычно традиционный какой-то эмоциональный подъем, когда меняется тренер, сейчас что происходит, расскажите? Да, хорош на соревновании, все с удовольствием работают, то есть пока никуда не уезжали, дома вообще отлично, постоянно можно съездить домой, к семье, поэтому все здорово, все довольны. Матчи чемпионата Европы как-то вдохновляют на тренировки или наоборот хочется побольше смотреть, поменьше тренироваться? Да нет, ну смотреть, тренироваться, мы тренировались, вечером посмотрели футбол, поэтому просто смотрим на качественный футбол, который показывает команда, то есть есть к чему стремиться. А после того, что произошло со сборной России, уже как-то не очень, не жалеете, что не были в числе этих ребят, которые провалились? Ну, я думаю, я не то, что с удовольствием, я бы хотел оказаться не в числе провалились, а просто хотел бы оказаться в этой команде. А как бы там получилось, уже трудно говорить, но тем опять, тем мусолить сборную уже не хочется, я думаю, везде это обмусолилось, вылилось много грязи, поэтому и надо.